Пума сейчас сожрет одного. Вот они дебилы, смотри. Они на Пуму вообще не обращают внимания. Ой, блин, один кап за мной вязался, у меня оружия нету и побежал. Спасибо, всем пока. Привет, это Сабсистенс и четвертая серия второго сезона под названием Месть. Здесь будет продолжение завязки с развитием действия, подводящего нас к кульминации. Где-то под вечером реального дня я стал свидетелем диалога о нас с котищем. Некий Кемпер спросил, почему они, имея в виду нас, закрыли пещеру. Ему ответил Джинкст, потому что они тут снова многозначный матюк, переводить его я не буду. Они доиграются, просто жди. Гусь, что в пещере? Где это? Кемпер, эти идиоты с базой на озере возле обрыва. Здесь я немного прифигел. Мало того, что чувак нас разграбил, так он еще в общем чате нас матюками обкладывает. Да и с ним еще этот Кемпер, которого наш сосед-алегатрон подозревает в рейдерстве. Это отдельная история, они будут влекаться. Я бежал в березки, чтобы на автопилоте пофармить бревна, но решил вернуться домой и пообщаться. Предупреждаю, что писал я медленно, так как пил кофе с шоколадками и печеньками, поэтому они не всегда понимали, к кому я обращаюсь и о чем я вообще. Да и мой английский не столь хорош, как у них. Так что иногда диалоги и путались. Выглядело это примерно так. Я. Вы зря нас обзываете. Кемпер. Закрытие пещеры, это нормально? Джинкст. Что за хрень несет этот парень? Я. Это не дает вам права оскорблять нас. Джинкст. Че? Я не оскорбляю. Я просто вас отымею. Это все. Я не отвлекался на провокации, а просто хотел донести свой месседж. Я. Кто-то зарядил нашу базу. Кемпер. Если вы демонтируете структуры, которые блокируют пещеру, то мы будем окей. Если нет, то не будем. Джинкст. Я солидарен с кемпером. Я. Много ресурсов. Кемпер. Ты о чем? Джинкст. Несколько стен и дверь, немного как по мне. Кемпер. Вы вернете себе половину. Здесь к разговору подключился Инс, которого мы неудачно пытались рейдить во второй серии. И он еще больше отвлек меня от моего месседжа. Инс. Добрый день, кемпер. И в следующий раз используйте мозг, прежде чем тратить ресурсы на это. Инс. Что случилось? Кемпер. Застройка, которая блокирует пещеру. Вот что случилось. Инс. Это тупо. Я. Утром, когда нас зарядили, я увидел джинкста, рубящего деревья в нашей одежде второго уровня. Инс. Блокирование ресурсов в добывательных играх приводит к тому, что люди объединяются, чтобы уничтожить это. Кемпер. Да, они это получат, если не устранят блокировку. Джинкст. В нашей одежде? Удачи с этим. Инс. Ваша? Мокер, а ты уверен, что она ваша? Я имею ввиду, что вы зарядили большинство баз и использовали чужие ресурсы. Я поймал тебя и котища, когда вы пытались в оффлайне меня зарядить два раза. Я поймал других с вашего озера, которые делали то же самое. Я. Кто на этом сервере рубит деревья в шлеме и в полном комплекте одежды летом? Инс. Большая часть дерьма, которое вы имеете, вы украли. Мы все знаем это. Инс. Я поймал Старлинга-86, это напарник нашего соседа Легатрона, который рейдил пустой сервер и убил все лагеря по центру. Вы не получите симпатии, это ваша карма. Вы действуете как мудаки и позже вы будете уничтожены, когда все возненавидят вас. Все станут союзниками против вас. Джинкст. Я чувствую, вы накопили много врагов, Мокер. Я предлагаю вам просто открыть пещеру. Я. Инс. Мы пытались зарядить только одну базу и у нас не получилось. Инс. Потому что я зашел в игру и напугал вас дробашом. Здесь я вам напомню, как нас напугал дробашом Инс. Стой! Черт! Валим отсюда! Покажу в замедленной съемке. Итак, что мы видим? Инс открывает люк и просто смотрит на нас. У него не было никакого оружия. На люк прыгает котище и рубит его топором. Инс сразу закрывает люк. Кто-то видел дробаш, которого мы с котищем испугались? Как мне показалось, это Инс просто испугался бешеного котища и закрылся. Продолжим, чатик. Я. Мы ушли и больше никогда не возвращались. Инс. Вы все же уничтожили немного дерьма. Я не говорил, что вам удалось. Но вы также ограбили мою первую базу. Но это нормально. Она была начальной и незащищенной. Просто дерьмовый дом. Но пожалуйста, не блокируйте пещеру. Это принесет неприятности. Здесь я тоже сделаю паузу. Во-первых, я понятия не имею, о какой первой базе он говорит. В первой серии я упоминал, что мы зарядили маленькую базу. Но там была просто маленькая будка с дверью на берегу недалеко от нас. И там точно был ник подлиннее. Да и к тому же нас никто не видел. Далее. Чтобы вы понимали странность этого парня, я покажу на карте, где его база. Она находится на этой скале возле старого озера. Ему гораздо ближе и безопаснее ходить в пещеру на своем озере. Там вход никто не закрывал. Похоже, он просто не знает, что есть первый вход. Вот и за компанию с остальными плачется, чтобы мы открыли пещеру. Точнее, это только он ноет. Остальные открыто угрожают. Я решил немного подразнить его. Я. Инс. Ты наивный. Мы могли закидать тебя молотовым. И у нас также были дробаши. Это был наш первый рейд на этом сервере. Джинкст. Лол. Я. Мы никого больше не рейдили. Инс. Вообще-то вы не сможете добросить так высоко. Вам придется использовать стрелы с гранатами. И я также могу их использовать, если вы угрожаете. Кемпер. Откройте пещеру и мы забудем про атаки на вас. И я продолжал дразнить Инза. Я. Мы были близко. Мы уничтожили твой генератор топорами. Инс. Да, это была моя стартовая база. Вот почему я заходил в игру часто. Потому что она была не защищена. Зато теперь хотите меня увидеть? Попробуйте. Или. К этому моменту я уже знал как минимум три способа зарядить базу Инза. О которых я расскажу в конце сериала. Ну и в отдельной серии. Короче, глупости Инза меня утомили. Он продолжал строчить кучу спама. Типа не трогайте меня, я не стану трогать вас и такое прочее. Но я уже переключился на Джинкста. Я. Джинкст. Какие у тебя претензии? Ты меня убил и забрал мой лут. Джинкст. Никаких. Но я хочу увидеть, что пещера разблокирована. Я. Это игровые моменты. В это время Инз разошелся не на шутку. Если вы меня тронете, я буду уничтожать вас каждый час. Каждый день. Да. Посмотрите на мою базу. Это больше, чем русские могут себе вообразить. Я. Нас зарейдили. Мы не рейдили никого. Пытались. Не получилось. Инз. Преступления недоходны. Джинкст. Лол. Я. Мы хотим вернуть наш лут. Возможно, мы откроем пещеру за плату. Вы все здесь торгуете. Мы будем тоже. После этого Инз пожелал всем удачных выходных и сообщил, что побежал собирать металл. Остальные отмолчались. Да, кстати, забыл рассказывать смешную штуку. Во время этого диалога я сидел на нижнем этаже базы, в котором по кругу были окна без стеков. Кто-то пришел на берег и пытался убить меня из ружья. Он промахнулся, а я встал, подошел к окну и увидел, как чувак забежал в кусты и присел. Это было очень смешно, так как куст был маленький и он просвечивался насквозь. К тому моменту я еще не скрафтил ружья, да и боеприпасов, кажется, еще не насобирал. Так что ответить ему не смог. Он вскоре тихонько отполз и убежал. Пару слов по поводу оплаты за проход в пещеру. Ну, во-первых, они могли без всякой оплаты ходить в пещеру через старое озеро. Во-вторых, они могли спросить об оплате. Например, наш сосед сразу это сделал. Правда, с него изначально не собирался ничего брать и сразу ему об этом сказал. Насчет оплаты мы с котищем шутили, придумывая разные редкие ресурсы, типа яблоки и такое прочее. Но в итоге у меня была мысль брать процент с добычей кристаллов. Смотреть на статистику игроков до и после посещения пещер и примерно 10% брать в качестве оплаты. Это не было бы большой оплатой для них. А нам удобно, что не нужно бегать от мышей с пиратами. Но этим игрокам сотрудничество было неинтересно. Они хотели нас уничтожить. Где-то через часик я снова зашел в игру и стал свидетелем концовки диалога, где также упоминали нас. Хоть и не напрямую. Не буду пересказывать его дословно, потому как не все поймут о чем там из-за сокращений. Перескажу вкратце. Короче, Кемпер рассказывал Инзу и Джинксту идею об атаке на нас с помощью очень дальнего выстрела из лука. Он радостно сообщал, что мы даже не узнаем откуда был выстрел. Я и раньше видел как Кемпер в общем чате хвастался, что он лучший лучник на всех серверах. А здесь он даже дал ключевые слова на видео со своего канала для демонстрации своего мастерства. Я нашел его канал. Игрок из Румынии. Одно слово, Румын. У него 5 подписчиков и примерно столько же просмотров на большинстве его видосах. Впрочем, их не так много и большинство это всякая мобильная дичь или контракт. По сапсе всего 5 коротких видео от 1 до 2 минут. Должен признать, что именно по сапсе видео интересные. Там пару демонстраций как в ловушку попадают кроли и куры, а также таймлапс по грядке помидоров. Еще есть интересный способ охоты на пуму на застройке, уже устаревший. Тест стрельбы выстрелов из лука при включенном автоприцеле. Ну и также видео, которое он упоминал о дальнем выстреле. Там он с очень дальнего расстояния убивает с нескольких выстрелов медведя. Зрелищно, но на самом деле ничего необычного. Такое я видел во многих играх, да и сам подобным баловался. Удивляет другое. Они все такие крутые и смелые, но при этом обсуждали самый трусливый способ нашего уничтожения. Ну, окей. Вообще для меня день был плодотворным. Хотя котища заходил редко, у него все еще не появилось желание играть в сапсу. Тем не менее мы прикинули варианты атаки на Джинкста. Например, застроить его базу стеной, чтобы он был в осаде и не смог добывать ресурс. Обсудили и других подозреваемых, а также возможность все-таки зарядить крепость охотников. Несмотря на то, что нас зачистили, у нас все еще оставались технологии. Наш бур заваливал нас рудой, которая за ночь с вне игры накапливалась по две сотни. А мы вовсю варили алкоголь и крафтили молотовы. Я активно собирал лут и на худа бедное оружие нам бы хватило. Ну и пулек впритык. Вместе со всем этим мы все еще находились под влиянием здоровой паранойи и не собирались доверять никому. Однако, как минимум с нашим соседом надо было что-то решать. Еще до рейда я пообещал ему свободный доступ к пещерам. Пару раз мы его в команду пропускали, хотя сами еще ни разу за кристаллами не ходили. Для пропуска приходилось с аквалангом опускаться и открывать им дверь. Каждый раз такое делать не вариант и я все обещал придумать им свободный доступ. Теперь же нам нужно было убедиться, что он ни при чем и вычеркнуть его из списка подозреваемых. Особенно сейчас. Последние пару дней, то есть сразу после рейда, его в игре не было. Для него это очень подозрительно, так как он практически из нее не выходит, как я узнаю позже, у него там какая-то удобная работа, которая это позволяет. Лишь сейчас я догадался глянуть на календарь и узнать, что эти числа были выходными, когда Олег мало играет. Тогда же я все ждал его появления для разговора. Нам очень нужен был близкий союзник и я надеялся, что он не причастен к рейду. Ближе к девяти вечера он наконец появился. Я пригласил его в гость. Он пришел ко мне на базу и я предложил ему позаглядывать в наши ящики и пока он это делал, рассказал ему, что нас зарядили. Он ответил, что знал про нашу низкую лестницу и писал об этом в общем чате. Меня тогда в игре не было. Короче, я сказал ему, что если он хочет, чтобы мы ему доверяли, то пусть покажет все свои ящики прямо сейчас. Он без проблем согласился и мы пошли на его базу. Запись я включил не сразу. И думаю, он не будет против, что я сейчас показываю его базу. Так как это было уже давно и даже при мне он ее минимум пару раз перестраивал. Значительно расширив в стороны и вверх. К тому же сейчас у него там особая ситуация, о которой я расскажу в последней серии. Пределить было нелегко, так как ресурсов у него было явно побольше наших. Но по статистике все примерно совпадало. Единственная трудность могла заключаться в количестве тоников. Но Олег был таким же заядлым рыболовом, как и я. Все остальные на сервере на рыбалку забивали. Что странно, ведь это источник аптечек. Короче, с Олегом все оказалось окей. Конечно, по-хорошему надо было бы проверить его инвентарь и коробку под водой с буром. Но я не зря предварительно пригласил его на свою базу. Ну да, чтобы у него не было времени все перепрятать. Мои паранойки такие. Олег пожаловался, что кто-то зарейдил его бурильную установку. Я в ответ пожаловался, что нашу кто-то тоже. И что сегодня мы ее укрепляли. Олег сказал, что подозревает 123-го. Мотивируя тем, что у того слишком много брони вдруг появилось. 123-й это хозяин базы по соседству. Тоже на воде, чуть дальше от Олега. Но мне пока было не до этого. Я пообещал ему свободный доступ в пещере. А он предложил мне любую помощь в ресурсах. У меня пока не было никакой четкой цели. Так что я отказался. Уже поздно вечером я снова вернулся в игру и услышал шаги возле базы. Я выбежал на крышу и увидел Олега с напарником. Они приходили потестить лестницу. К тому времени я ее убрал. Но раз такое дело, то поставил ее назад. И мы начали тестировать все вместе. В итоге мы нашли два способа, как можно на нее запрыгнуть. Причем один из них нашел я сам, запрыгнув с нижней лестницы под люком. В общем, должен признать, что я сам виноват, что недостаточно хорошо протестировал безопасность в своей базе. Котища, ты был прав. На нее таки можно запрыгнуть. Я забрал назад лестницу и начал обдумывать дальнейшие планы. Через некоторое время я услышал взрыв. Я уже догадывался, с чем он был связан и побежал посмотреть. Как я и думал, Олег с напарником зарядили того подозреваемого игрока с ником 123. Запрыгнув друг по другу на его лестницу со льда. Я был в одних труселях, поэтому закинул согрелкой и дождался Олега. Он вышел и сообщил, что 123 меня не рейдил. Видимо, там совсем печалька с резами. В общем, еще минус один подозреваемый за сегодня. Неплохой прогресс. Хотя, конечно, я и так был почти уверен, кто это. Вопрос в том, один ли он действовал. Взрывчатки у него точно не было. А вот долбить одному железную дверь, это надо очень много времени и топоров. По статистике, Джинкс один на баль. Но у него их несколько. Мы приходили к нему. И Котища разглядел по периметру его базы несколько БКБ. Очевидно, что таким дешевым способом он страховался того, чтобы к нему подстраивались. 28 сентября. Котища начал все чаще возвращаться в игру, а я наоборот. Отвлекался на другие серии для своего канала. Долго снимал и монтажил игру Infected, а также поснимал и выложил первую серию в Бермуды Потерянное Выживание. Джинкс устроил на нас охоту. Он периодически навидался в березке и если видел кого-то из нас, то атаковал. Один раз я попросту убежал, даже толком не рассмотрев его. В следующий раз он подкрался сзади, но скрытно напасть ему не удалось, так как я развернулся, чтобы отойти от зарычавшего спереди волка. Я увидел Джинкста, достал топор и вернулся от стрелы и тоже напал на него. Это несчастье запуталось в приключениях между луком и пистолетом и начал бегать от меня по кругу. Пытаясь хоть чем-нибудь попасть, но постоянно промахивался. Волк тем временем все подкрадывался, а с другой стороны я услышал еще и медведя. Короче, я плюнул на Джинкста и начал убегать. Тот даже вслед промахивался. Но я все равно погиб. Меня догнал волк. А судя по затиши, моего противника достал медведь. Тогда у меня не было времени включить запись, но в следующей серии будет похожая схватка. Правда, Джинкс тоже сделает выводы из предыдущего боя. Котища тоже его материл, так как раза два или три был убит этим Джинкстом. Тогда для нас это все не было особо обидно, так как мы выбегали лутаться без одежды и оружия, а всего лишь с топором. Но вот дальше все изменилось. А дальше будет уже в другой серии. И больше без хронологии. Так как все случилось в течение одного дня. Сейчас вот понимаю, что надо было сначала смонтировать все серии, а потом понемногу выкладывать, а не так, как у меня с недельными задержками. Когда забываешь все предыдущие. Но я думал, что все сделаю быстро. Ведь отснято не так уж много. Оказалось, что я так не умею. Я хочу ничего не упускать, ну или хотя бы упоминать по минимуму. А это все очень долго. Короче, надеюсь тебе интересна наша история и ты все поймешь и простишь. Спасибо, что смотришь. Увидимся в следующей серии. Пока. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Продолжение следует...